Здравствуйте, друзья! Посмотрите на это. Это очередь из людей, которые хотят просканировать свои глаза для получения цифрового идентификатора WorldCoin. Такие очереди наблюдаются сейчас во многих странах. На третий день после запуска каждые 8 секунд один человек сканирует свои глаза для WorldCoin. Им обещают за это бесплатную криптовалюту, 26 монет WorldCoin, или же около 52 долларов. Но настоящая плата на самом деле это их личные данные, приватность и конфиденциальность. Однако сегодня я хочу поговорить о самых главных событиях в мире криптовалюты и экономики, произошедших за последние 30 часов, а также про утекший секрет BlackRock, который объясняет абсолютно все, и тебе точно стоит его увидеть. Поэтому поставь лайк прямо сейчас, это очень помогает каналу и мне. На прошлом видео мы набрали 3200 лайков, и большое спасибо за такую невероятную поддержку. Но ты же не поставил лайк? Во, вот теперь поставил. Именно поэтому я и написал тайм-коды в описании под видео, специально для твоего удобства. Да, начался сезон, когда компании отчитываются о своих доходах за прошлый квартал. Алфавит, то есть Google, сообщил о фантастических доходах. Microsoft тоже сообщил о фантастических доходах, которые выше ожиданий. Но их акции все равно упали, потому что их руководство сказало, что недавние инвестиции в искусственный интеллект не сразу дадут плоды. Такая нелепость, что люди просто захотели придраться. Они заработали больше денег, чем ожидалось, и все равно их акции упали из-за какой-то мелочи. Но есть еще одна вещь, о которой люди говорили сегодня, и мы видим это на вот этом графике, как ты видишь резкий обвал и такой же резкий быстрый рост. Дело в том, что это банк ПАК Вест, который несколько месяцев назад отважно боролся со всеми последствиями повышения ставок. За последние 30 часов их акции обрушились на 30%, и многие думали, что банку вот-вот придет конец. Но сегодня этот банк был поглощен другим банком Банков Калифорнии. Вот почему дальнейшее повышение процентной ставки со стороны ФРС опасно, потому что многие из этих более мелких региональных банков на самом деле не могут выжить. И это большая проблема. На этот раз ПАК Вест спасло это слияние. Но что спасет Банк Калифорнии? Самое интересное, что сегодня ФРС США повысила ставку на 25 базисных пунктов снова, до 22-летних максимумов. Поэтому мы еще увидим больше банковских коллапсов и слияний. Посмотрел всю конференцию Джерома Пауэлла, и могу сказать, что в целом, лично для меня, она была больше бычей, чем медвежьей. Во-первых, на прошлой встрече Пауэлл заявил, что им нужно еще два повышения ставок. И последнее повышение было одним из двух. Но на этот раз он не сказал, что второе повышение состоится. Он сказал, что чиновники еще решают этот вопрос. Кроме этого, ФРС заявила, что больше не прогнозирует рецессию. Но самое интересное его высказывание, цитата, «Ты не можешь повышать ставки до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Это значит, что ты перестарался». Почему он так сказал? Потому что все экономические данные, в том числе и инфляция, реагируют на политику ФРС с опозданием. Обычно этот лаг около 6 месяцев. Поэтому, исходя из этой цитаты, мы не будем ждать, когда хедлайн инфляция будет ровно 2%. Повышение ставок остановится раньше. Сейчас хедлайн инфляция составляет около 3%. Далее, рынок США растет. Видимо, тоже воспринимает эту встречу ФМС позитивно. S&P 500 растет. NASDAQ растет. Но вот в чем дело. Очень интересный момент. S&P 500 растет. И он успел восстановиться до того же уровня, который был тогда, когда цена биткоина составляла 59 тысяч долларов. Так что S&P 500 успел сильно восстановиться после вот этого падения, а биткоин нет. Биткоин отстает. Что это значит? По логике вещей, биткоин должен подтягиваться вслед за S&P 500. То есть до 59 тысяч долларов. Возможно, это не случится в ближайшее время. Но это значит, что биткоин фундаментально готов к этому движению вверх. Для этого существует множество катализаторов. Например, спотовые биткоины ТФ. И мы получили расписание самых крупных из них. Это очень важные даты для биткоина, которые показывают окончательную дату утверждения того или иного спотового биткоина ТФ. Итак, у нас есть заявка от Arkinvest. И крайняя дата утверждения 10 января 2024 года. Они находятся в лидерах по этому показателю и потенциально их спотовый биткоин ТФ может оказаться первым. Мы видим здесь три даты, когда их ТФ может быть одобрен, но окончательная дата именно 10 января. BlackRock 15 марта, Bitwise 14 марта, VanEck 15 марта, Invesco Galaxy 15 марта, Fidelity 15 марта и Valkyria 19 марта. Очень странно, что практически все из них, кроме Arkinvest, имеют финальную дату именно в марте. Примерно за месяц до того, как случится следующий биткоин халвинг. Совпадение? Одобрение спотовых биткоин ТФ прямо перед халвингом. Это реально мощный катализатор для цены биткоина. Открытие дверей для триллионов долларов в биткоин тогда, когда его инфляция сократится вдвое. Ну просто сказка какая-то. Учитывая это, я не удивлен тому, что мы нашли в утечке BlackRock. Это реально шокирующая информация, ради которой я и сделал это видео сегодня. Итак, это 43-страничный анализ BlackRock, который тебе стоит увидеть. В нем куча графиков, исчислений, уравнений. Финансовые гуру крупнейшего управляющего активами в мире проделали огромную работу. Все это сложно и страшно, но нас интересуют лишь несколько моментов. Эти трое – Эндрю Энг, Том Моррис, Рафаэль Сави. К какому выводу они пришли в своем исследовании? Вот к чему они пришли. Оптимальное распределение биткоина для хорошо диверсифицированного портфеля составляет 84,9%. Практически 85%. Оставшиеся 15,1% разделены между акциями и облигациями. Идеальный портфель, по мнению BlackRock, состоит из 85% биткоина, чуть более 9% акций и чуть более 6% облигаций. Но что это значит? Это означает, что из всех вариантов, на которые они смотрели, лучший результат, по их мнению, показывает портфель именно с таким распределением. Еще раз это пишут финансовые гуру BlackRock в своих ранее закрытых исследованиях. Это их секрет, да? Они что-то знают. Нужно отметить, что это исследование датировано февралем 2022-го. Но я уверен, что они изучали биткоин долгое время, даже задолго до 2022-го. Так что это далеко не совпадение. Что именно сейчас они пытаются запустить спотовый биткоин ETF. Они также знают, что это нужно сделать перед халвингом. Они изучали это годами. Так что не позволяй кому-то вроде BlackRock, Fidelity или ArkInvest украсть все твои биткоины. Я уверен, на краткосрочной дистанции они еще постараются устроить большие встряски на рынке, чтобы забрать твои монеты. Возможно, сразу же после запуска биткоин ETF, чтобы купить их подешевле. 85%. Вот сколько они хотят. 85% биткоинов. И они хотят забрать их, конечно же, подешевле. Ну а кто бы не хотел. Еще несколько интересных моментов из исследования BlackRock. Биткоин лучше акций по показателю коэффициента Sharpe, но хуже облигаций. При этом BlackRock отмечает, что доходность биткоина имеет положительную асимметрию, в отличие от акций, опционов, облигаций, фондовых индексов и т.д. Инвесторы обычно предпочитают инвестировать в активы с положительной асимметрией. Исходя из этого, BlackRock делает вывод, что более высокая доля портфеля в биткоине заслуживает внимания для долгосрочных инвесторов. Сейчас уже 73,5% биткоинов принадлежит долгосрочным держателям, в том числе и финансовым учреждениям. Однако эта цифра продолжает расти все больше и больше. Мы дойдем и до 80, и до 90, и в конечном итоге даже до 95%. Это означает, что в будущем ты не увидишь много биткоинов, доступных на рынке. Просто вдумайся, на рынке будет всего 5% монет от всех существующих. Что будет с их ценой, если спрос будет расти? Поэтому не нужно отдавать свои биткоины этим парням из BlackRock. Они будут создавать моменты, когда биткоин будет сильно падать именно с этой целью. Я оставлю у себя в Телеграме ссылку на этот документ. Ссылка в описании. А теперь посмотри на этот график. Это осциллятор среднего настроения инвесторов на рынке. И он очень помогает предвидеть моменты полной капитуляции рынка. Исходя из него, полная капитуляция рынка случилась где-то вот здесь. И мы все еще находимся в ней. Это третья полная капитуляция в истории. Но нужно отметить, что после них биткоин в итоге переходил в новый бычий рынок и достигал новых исторических пиков. Итого, что мы имеем. Халвинг на носу, уменьшение предложения монет, рост количества долгосрочных холдеров, невероятное исследование BlackRock и множество спотовых биткоин ETF, которые могут приняты до марта 2024 года. Завершение роста процентных ставок ФРС больше не видит рецессии и еще, возможно, завершение войны. Я даже боюсь представить, что именно нас ожидает. У меня от этого идут мурашки по коже. Итак, последняя тема на сегодня это Илон Маск, его платежная система X и Ripple XRP. Ребрендинг твиттера VIX может стать огромным катализатором для криптовалюты в целом. Илон Маск уже дал краткий комментарий по этому поводу. В нем он говорит о том, что есть много вещей, над которыми он работает в рамках приложения X. В том числе платежная система, которая, по его словам, готовится уже в этом году. А также дополнительные функции, шифрование, прямой обмен сообщениями, в том числе и платежными. По сути, по его словам, это будет приложение, в котором ты будешь буквально жить. И никогда даже не захочешь оттуда уходить. Давай послушаем. Выйдет много отличных вещей. Платежи уже в разработке. Это будет уже в этом году. Улучшим механизм прямых финансовых сообщений, включая полное шифрование. Будут видео и голосовые вызовы. В общем, что бы вы не захотели сделать, вы сможете сделать это в приложении X. Ну или можете просто уйти, если вам это не нужно. X это то, о чем вы давно мечтали. Расскажите мне историю X.com. Ну, в далеком прошлом идея заключалась в том, чтобы X.com стал универсальным приложением для всего. Мы не финансовая компания, но X должен стать наиболее эффективной базой данных для информации. А в нашем случае информация это деньги. В настоящее время деньги работают так. С практической точки зрения они по-прежнему в основном работают на мейнфреймах. Это очень медленная вещь для банков. Он в основном написан на COBOL. Это по-прежнему в основном пакетные обработки. Так что на самом деле финансовая система работает очень медленно. И небезопасно. А базы данных разнородные и сложные. Но если у нас будет однородная база данных, работающая в режиме реального времени, она будет принципиально эффективнее. И не будет иметь затрат на банковские здания, отделения и банкоматы, которые сейчас становятся все более избыточными. Вот что такое X. Ну и конечно же сейчас появляется множество предположений о том, какие валюты будут использоваться в этом супер-пупер приложении. DoggyCoin, Bitcoin, может быть Ethereum? В этом видеоклипе Илон Маск говорит, что DoggyCoin лучше подходит для транзакций, чем Bitcoin. Несмотря на то, что он был создан как глупая шутка, DoggyCoin лучше подходит для транзакций. Почему это? Общий поток транзакций, количество транзакций в день, которые вы можете сделать с DoggyCoin, существенно больше, чем у Bitcoin. Да и потенциал у него тоже выше. Также меня очень сильно интересует, почему эта новость выходит одновременно с ребрендингом Твиттера, с заявлениями Илона Маска о скором запуске платежной системы X, получением Твиттера лицензии на денежные переводы уже в четырех штатах и частичной победой Ripple XRP в суде. Твиттер включает транзакции XRP с активацией XRP Ledger TipBot. И это просто масштабные новости. XRPL TipBots – это отличный способ добавить полезности Твиттеру, XRP и людям. С помощью XRP-L TipBot пользователи Твиттера смогут отправлять и получать XRP. То есть фактически это косвенная интеграция XRP в Твиттер. Прямо после того, как Твиттер переименовался в X. И такая новость выходит сейчас. После всех этих событий. Совпадение? Что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментариях. Поезд, кажется, уже выехал со станции. И именно поэтому я хочу показать тебе двухминутный монолог бывшего казначея США Роузи Риос. Которая стала членом совета директоров Ripple после того, как закончила работу в качестве казначея США. Именно ее подпись сейчас находится на долларовых купюрах. Это очень важно, ведь она буквально говорит о том, что поезд уезжает в будущее. И 99% людей на него просто-напросто не успели сесть. Либо же побоялись это сделать. Сейчас происходит самое большое перемещение богатства в истории поколения. Что вы думаете об этом? Ну, во-первых, спасибо, что пригласили меня. И если вы задумались об этом только сейчас, то вы явно отстаете от реальности. Поезд уже ушел со станции. Я постоянно говорю об этом. Это действительно так. Передача богатства между поколениями уже происходит. Например, поколение бумеров – это мое поколение. У нас самый дискреционный доход. Но следующее поколение – это почти все, кто родился в середине 90-х и позже, включая миллениалов, думает про инвестиции совершенно по-другому. Так что если подумать об этих поколениях, технически миллениалами были все, кто родился между 1980-ми и 1996-м годами. Но опять же, моему сыну 26, а моей дочери 21. Я называю их инвесторами Робин Гудами. Но на самом деле это дети, которые выросли в интернете. Любой, кто вырос вместе с интернетом, видит мир очень другим. Это уже не то, чему их учат дома или в классе. Это то, что они видят в интернете. Это то, чему они научились – хорошему или плохому в сети. Они очень технически подкованы, они очень уверены в себе, но у них нет опыта, который, возможно, есть у многих управляющих активами, финансовых аналитиков, менеджеров и других. Поэтому для меня очень важно проникнуть в их головы. Моей дочери 21, сыну 26. И поэтому, когда я покинула администрацию Обамы в 2016 году, прослужив там два срока, я изучала этих детей в течение двух лет в Гарварде. И я действительно хочу понять их социальный, политический, экономический образ мысли и то, как они себя ведут. Технологии значат для них все. Они очень-очень уверены. Они прогрессивны и очень сообразительны. Но опять же, им не хватает большого количества опыта, который все еще есть у моего поколения. Так что даже сейчас, во время этого экономического спада, этого беспрецедентного экономического спада, именно здесь, на мой взгляд, у отрасли управления капиталом есть огромные возможности. Речь больше не идет о том, чтобы взять их с собой на гольф или угостить ужином. Они постоянно думают о том, как использовать технологии и информацию совершенно по-другому, не так, как раньше. Так что если вы еще не в их приложениях, не в их телефонах, не в их блокчейнах, если вы еще не там, знайте, вы уже позади. Вы не в поезде. Но меня зовут Богатейщий Ди, и если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а мне всегда помогает находить мотивацию для продолжения своей работы. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok